Здравствуйте, мои друзья! Это Колобок из Одессы. Здрасте! Да, друзья мои, вынудила меня одноганно, одна панночка с Тернополя записать это видео, друзья мои. Довольно давно еще, 13 июля, она мне написала письмо такое, сногсшибающее. Сейчас я его зачитаю. Прям с угрозами они уже выехали с вилами ко мне хату, полытый хату. Ну, вы знаете, она и до этого писала, но конкретно она уже поставила мне ультиматум 13 июля. И я как бы, я заблокировал ее, но, вы знаете, каким-то образом, я не знаю, она узнала мой личный номер телефона и начала звонить. Каждый вечер звонить, дышать трубку, храпеть, вот этот гайморит, вот эти сопли, плеваться, дышать, вот это несвежее дыхание. Я все это слышу, меня это напрягает. В общем, в общем, друзья мои, ну, вот такое она написала мне письмо, гниди колобку. Поэтому, друзья мои, я хочу ответить на это письмо, потому что, на самом деле, за эти 4 месяца, как Ютуб внезапно ворвался в мою жизнь, я получил, наверное, если все комментарии сложить, 100 тысяч теплых комментариев, 100 тысяч хороших комментариев. И из них, наверное, 500 вот таких плохих. И я хочу ответить вот на это письмо, но этим ответом я хочу ответить всем этим пятью сотням людей. Злых людей, друзья мои, это посвящается вам всем. Итак, друзья мои, что же нам пишет Ганна Стернополя? Ну, здравствуй, вонючка, ты не колобок, ты пирожок, начинка которого гимно. Вот так вот, это, ну, не знаю, ей виднее, наверное, друзья мои, да. Хотя, слово колобок в этом канале, в моей жизни, это кто-то из подписчиков, друзья мои. Все эти названия, ну, это вы, как бы, мне дали погремуху. И вот колобок катится, семья колобков. Так вот, как вы назвали, так я и, так откровенно говоря, взял это название и понес, и пошел жить с ним дальше. Поэтому, как бы, да, ну, вот сказали, что я вонючка, да. Ладно, едем дальше. Язык оккупанта мне не знаком, хоть мне его и насаждали в школе. Поэтому пишу тебе через гугл-переводчик, гнида. Да, друзья, я когда первый раз прочитал, я ржал. Я ржал, я долго думал, что ей ответить. Ну, вот и вдоль здесь какая ненависть. Как пропитана, а что, а за что? Вот за что, мне интересно? Вот что в моем канале? Я рассказывал, ну, вот что, я настолько деликатно пытаюсь говорить, чтобы не обидеть ни одну сторону, ни одну. Даже были люди, которые там ехали, Москва им не нравилась, они давали интервью. И хвалили где-то Россию. Я удалял, удалял эти куски хвальбы. Удалял куски хвальбы, чтобы не показаться предвзятым. Да, друзья мои, что с первого дня я заявил, что я независимый. Я скрываю лицо, я хочу быть независимым, говорить только правду. И я не хочу агитировать ни за Европу, ни за кого. Ни за кого. Поэтому все люди, которые дают интервью и начинают явно за что-то агитировать, что Германия это лучшее. Я вырезаю это, друзья мои, ну, не хочу, не хочу, нейтрально, нейтрально взгляд со стороны. Вот это мое кредо. И вот она именно говорит, вот так вот, вот так вот, вот так гнида, что ж ты набалакала. Набалакала гнида. Ладно, едем дальше. Пишет тебе Ганна из Тернополя. Я пишу, а, и пишу я не от себя, а от нашего сообщества тернопольских патриотов и волонтеров. Мы следим за твое, за твое творчеством поганым, а, даже ошибку я нашел, за твоим, твое поганым творчеством. И нам не нравятся твои кривые выражения в адрес украинцев и волонтеров. Восклицательный знак. Ага. Вот оно получается как. То есть я им не нравлюсь, но они следят за мной. То есть они внимательно слушают, конспектируют каждое слово и ждут секундного слова, где я ошибусь, скажу что-то не то, чтобы подловить. Но подловить нечего, друзья мои, потому что это вещаю не я. А через меня вещает подсознание. А через подсознание еще кое-кто. И тот, кто вещает, он не ошибается, друзья мои. Посмотрите, я никогда не имею плана речи, я не имею плана о чем говорить. Да, я понимаю, что я хочу говорить о Германии. Но что я буду говорить о Германии, да, друзья мои, я столько в ней был, столько всего пережил. Каждое это слово было переварено, перед сном думано. Каждая эта ситуация, о которой я вещаю, я ее пережил, волновался, переживал. Поэтому оно вот само так и вещается. Если я сейчас захочу рассказать то, что не мое, да я буду бэкать и мэкать. У меня нет араторского искусства. Почему я так много говорю? Да потому что я за два года молчал. В каждую страну, куда ты не приедешь, не с кем поговорить. Все там французские, немецкие. И ты как идиот, день за днем, ты год за годом, ты молчишь. Да, с женой можно поговорить, но о чем ты с женой будешь? О политике, окунать ее в это дерьмо? Нет, жена должна заниматься детьми и едой. А все остальное на мне. Поэтому женой я о политике с бабами не говорю. Поэтому так меня и прорвало. Ну вот по сути, если правду сказать, то так меня и прорвало. Бо я два года молчал. Молчал, терпел, копил, сидел, вот это все в себе переваривал. Потом понятно. Ворвался этот ютуб и пошли вопросы. Как, что ты думаешь? Так я, и мне есть что думать, и есть что сказать. И я начал говорить. Поэтому вот так оно и получилось. И теперь они мне, они недовольны, они мне пишут. Вот это вот, блин, калач вот этот. Кулись с гимном они мне подсовывают под нос. Хитро, хитро. Ну ладно, едем дальше. Нам не нравятся твои кривые выражения в адрес святых украинцев и волонтеров. Так вы что-то там уши прочистите пальцами. Прочистили, облежите палец. Горькое, значит все нормально, значит там есть серо. Я всегда говорю, когда я говорю о каких-то волонтерах, я всегда говорю, или о какой-то нации, я всегда говорю, что в этой нации, по моему личному мнению, 85% светлых, порядочных людей. Остается 15. Вот 10 там еще таких, с которых я бы как-то рядом не сел. А вот 5, это явные негодяи. И я всегда в своих видео, я говорю о явных негодяях. Потому что, ну это тенденция такая, ну о чем? Надо осветить, подсветить, осветлить их, вывести на чистую воду. Пристыдить и осрамить. Вот я говорю только о уникалах, я никогда не обобщал. Я никогда не говорил за всесть народ. Никогда. Я говорю только, вот если я говорю за какую-то волонтершу, значит у меня есть с ней интервью записанное. Именно где она вот это там наговорила стрекор обо мне, а потом позвонила, говорит, нет, ни за что не публикуй и удали. Удали, удали и забудь, что я тебе сказала. Понятно, я и пообещал, что я это не опубликую. Но я могу, изменив ее имя, допустим, и страну ее пребывания, сказать, что она эти дела делала в Германии, я скажу в Голландии. Ну, мы договорились, чтобы на нее не подумала. Но я расскажу исключительно о ней и про нее, и то, что она мне повещала. Я никогда не фантазировал. Все это есть. Эти люди, блин, каждое письмо, что я вам читал, ну, это все люди, они мне сотни, тысячи людей пишут. Никогда они, ну, я всегда говорю по делу, я отвечу за каждое слово. Колобок базар фильтрует. И, как говорится, Донбасс порожняк не гонит. Вот так вот, мои тернопольские друзья, вы меня начинаете подкумаривать. Ты что, блин, с кучей людей, нормальных, адекватных западенцев. Я сделал видео, адекватный западенец. Классный, милый человек, он же разжевал, что там все нормальные люди на Западной Украине. Львов, Ивано-Франковск, все нормальные люди. Но они пассивные. Почему они пассивные? Да потому что они работают, учат детей, где-то там торгуют, кто-то там добывает. Тот янтарь добывает, тот лес рубит нелегальный. Но то их не личное дело, то у них там порядки такие. И у них нет времени на эти срачи. А есть там именно, ну, в принципе, они есть и в Одессе. Вот такие рубки патриотов. И в Киеве они есть, и в Днепре, и везде они есть. И они особо настырные. Они насаждают. Они требуют донатить. Ты должен донатить. Вот именно. И вот почему-то ко мне прицепились, вот именно с Западной Украиной. Хотя, ну, хотя я вам скажу не так. Очень много Западной Украины. Мне людей пишут, пишут Колобок, Русланчик, мы с тобой. Ты все правильно говоришь. Среди нас 95 нормальных западенцев, процентов. Ну, это я сейчас так говорю, друзья мои. 95. А вот 5, все правильно. Расскажи про них. И сейчас мы тебе еще расскажем. Там есть в нашем селе лесник. Лесник, который, блин, гвалтувал козу. Да, оп. Ну, все, расскажи про лесника. И вот я и расскажу про лесника. Ну, а почему не рассказывать про лесника? Если коза, блин, плачет. Коза Маша, ее звали Маша. И она плачет. Она бекает, жалобным беком. Она мне снится ночью, блин. Вот почему не высветить этого негодяя, который надругался над животинкой? Допустим. Ну, вот так вот. Ну, а как? За что купил, за то продал? Блин, ты что именно? Патриоты. Так, брат. Так задай председателю, где гроши? Где кто лес не украл? В свой янтарь вырубил? Что? Где леса? Алло, Ганна, где лес? Где дерево? Ты что, блин? Она себе, блин, выстругала прибор вместо мужика и дерева. Вот где дерево? Куда ты его засунула? Она высунет эту пробку анальную. Ты что именно? Ты посмотри, блин. Именно она гнидика лопала. Она меня гнидой обозвала. Да чтоб ты понимала, ты, блин, млекопитающая. За мои 40 лет не один человек. Все знали меня. С такой точки зрения, что исключительно уважительно ко мне говорили. С большим уважением. Ты что, никто меня не... На меня матюк, никто в жизни не сказал. Никто. Никогда. А тут именно ты что, Ганна, Стернополя. Сидила, блин, в жопе ковырялась, палец тут облизывала. Именно с мое видео смотрела. Жопу чухала, палец нюхала и решила высказаться. Ох ты что, я бы заплатил бы, не знаю, наверное, 500 долларов, чтоб сейчас с ней, блин, провести стрим в прямой эфире и открыть лица. И пообщаться. Ты что, блин? Уху-ху! Ты что, именно как меня оскорбили? Я именно возмущен. Ну да ладно. Волонтеры, волонтеров я обидел. Ну так я что, говорил за всех? Я сказал конкретно за парочку волонтеров. Которые, опять же, сами дали интервью. Сами потом от него отказались. Надо, напиши мне, я тебя с ними сконтактирую, блин. С них и потребуешь долю, блин. Ты что? Ладно, едем дальше. Запомни, украинцев нет плохих. Ага, запомню, украинцев нет плохих Все украинцы святые Это я уже слышал, друзья мои, да Все украинцы святые Все до одного За то, что мы веками страдали под гнетов Ошибка Мы надо, а не вы Окупантов, и сейчас страдаем Так вот, да, все украинцы святые За то, что мы веками страдали Так а что мы страдали, я что-то не понял Ну так не надо было страдать Надо было проявить волю и изъявление Тому пану что сказать Да и уйти, вон Хмельницкий же увел людей Пошли, решили направо, налево Пошли направо, ну то есть я не понял Они страдали, ну так страдайте Вот и сейчас у людей выбор Сидят там, блин, страдают от того, что их В бусы и на мясокомбинат везут Ну а я бы не страдал А я бы кое-что предпринял более кардинальное Быть как будет Ну то есть ваша доля там страдали Понятно, вы там и под Австро-Венгрию И под Польшей, и под всеми Румынией Ну под всеми они страдали И что именно так страдайте дальше Но без меня и без таких как я Это ваше личное дело Все святые Ну, друг мой, подруга моя Чтобы стать святым, надо так жизнь достойно прожить Чтобы о тебе, блин, веками вспоминали А вы, ты лично, ты точно не святая Ты именно замухрышка С небритой подмышкой Которая пойдет в ад Уже очень скоро, друзья мои Да, знаешь что, вот я знаю, что ты смотришь А вот так, ты видишь у меня 100 тысяч подписчиков Исключительно добрые и светлые люди Я в конце этого видео Я их попрошу помолиться За все хорошее Против всего плохого И знаешь что против всего плохого? Против тебя Что с тобой будет? У тебя бородавка, блин, на лбу вырастет Таких размеров Что ты в колодец упадешь Ты шо дурнэ, блин, ты ля Ты шо наршала, на кого наезжать? Ну ты именно Да И сейчас они страдают Поэтому даже если ты видишь какое-то неподобство Ты не имеешь права об этом говорить вслух А, ну да Это я слышал даже по телевидению Какие-то там Вещали с Верховной Ради Что да, если вы видите Какое-то правонарушение Которое совершает украинский чиновник Не говорите об этом вслух Потому что это работает на руку Кремля Я даже делал видеорепортаж Про кремлевского барашка Да, это когда депутат с кортежем ехал Тут какая-то палатка на Майдане стояла И там этот барашек его сократил Совратил и совокупились Они И это был, оказывается, кремлевский барашек Да То есть депутат ни в чем не виноват Потому что он просто Ну короче, фу, блин Именно Ну как это так? Ну а как же ж не говорить? Так это ж мы погрязнем вообще в болоте Эти же Посмотрите, что творится Наоборот, надо говорить Говорить слух И надо не просто говорить А брать этого казнокрада, блин, за жабру И Ну Я даже не буду призывать Потому что нельзя на этой платформе Мы же деликатные Но Как раз вы Патриоты Тернопольские Волонтеры Как раз вы бы там у себя Сначала всех казнокрадов бы вычистили Порядок бы навели А потом бы уже и колобку гнилом урод закрывали А то как-то несправедливо Ты что? У вас там куча бардака И вы тут мне Ладно Говорить слух нельзя Хорошо? Ты понял нас? Я понял Кое-что о вас А не вас Я понял о вас Кто вы и есть Да И что там мозгов В те кастрюли Цепторы Цепторы Снимите с людей кастрюли Зачем династия цепторов Завезла еще В 14-м году Сотни фур с кастрюлями Вы же поймите Эти кастрюли Ну хорошо Одели они Они уже вросли в мозг Они уже в каске Как на войне Как каски Эти кастрюли Используют Уже Ну немецкие каски Посмотрите На украинских чубах Уже чуб не росте За кастрюлей Там же дно Антипригарное Чуб туда Приклеится И все Как ты ж украинец без чуба Ну что вы робите Ну ты что именно Если ты имеешь паспорт Украины Ты должен разговаривать На украинском Вот так вот Да, друзья Ну просто Я сейчас пойду Просто вместо ответа Я хочу срыгнуть Просто срыгнуть желчью Вот просто Даже сейчас голодный Я хочу срыгнуть Ну я прекрасно Володею украинскую мову Но я как Пушкин Думаю на русском Как Тарас Шевченко Как Тарас Бульба Мы думаем на русском Ну блин Это интернациональный язык На него говорит 200 миллионов человек На всей планете А на украинском 20 В 10 раз Ну и как бы Могу говорить на обоих Но привык Вся Одесса Раньше говорила на русском Все мои земляки Все мои С Одессы Все мои ровесники Ни одного украинномовного Я не знал Были там в училище Какие-то там Блин Ну с деревюшки С деревушек Хлопцы приезжали Ну их там так чимили Так били Эти булочки забирали Ихняя была мечта Не овладеть тем искусством Сварщика Быстрее выучить Русский язык Выдавите черяки На своем селе Чтобы никто На своем лице Чтобы никто не понимал Что он с села приехал С Граданыц каких-то Был там блин один Ох как его оскорбляли Ох как его оскорбляли Обижали Ну шо шо Такое там Так и было Да Сюда На украинском Дальше едем Будешь говорить На Новорожденном языке Это твой Новорожденный Ты блин Безбозлая Новорожденном языке Будешь говорить Новорожденном языке У тебя язык Отсохнет У нас есть Твои фотографии И мы тебя Проклянем Ты анимеющий Ослепнешь Ну вы представляете Какая дурная Ну вы представляете Какая дурная Ты пойми Дурная На моей стороне Зев с Нептуном Он сейчас Тебя там Прям под Тернополем Молнией поразит Посмотри сколько В Китае Блин Тебя молнии Бьют этих людей Неподобно Сейчас они дойдут До Украины До Тернополя Шо ты думаешь Тебя зонтик спасет Не спасет Кастрюля Цептер тоже не спасет Он поразит тебя Одним ударом Молнии В твою безмозглую Голову Мягкую Причем Ты шо именно Ну именно проклинают Именно ужас Мракобесы именно Ты шо именно Богохульники именно Чернокнижники Лучше не гневи Святых украинцев Ох ты шо Ты шо Да Друзья мои После таких проклятий Так ты в рай Не попадешь Ты в ад сразу попадешь А святые люди В ад не попадают Значит ты Именно ты Ты не святая А ты именно Блин Порочная Какая-то Именно Фу Именно Настроение портится Я серьезно говорю Подвязался я Стал Полублогером Недоучкой На свою голову Ладно Едем дальше Нормальный Сын Сын Вольный Независимой Украины Даже если он Находится В братской Европе Должен перечислять Половину Зарплаты Либо пособия На нужды ВСУ На дроны На тепловизоры На камуфляж Ну в этом предложении В этих двух предложений Я ошибок пять увидел Нормальный сын Вольной Независимой Украины Так от кого Она вольная И где она Независимая И когда она была Независимой Что-то я не понял Она независима От олигархов Или от казнокрадов Или что Или конституция Там соблюдается Да она никогда Не соблюдалась Каждый Ее переделывал Под себя Лишь бы Продлить свои Полномочия Вольные Вы мои И независимые Мягкоголовики Ты что именно Блин Находится В братской Европе Ох Находитесь Вы Мы 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 Находимся В братской Европе Уже По-моему Всем стало очевидно Насколько Она нам Братская Выгоняют С саными Тряпками Лишают Пособия Вводят Турбоджоп Как именно Что такое Неподобство Творят С нашими Земляками Сколько Я таких Писем Получаюсь Таких Жестких Как С людьми Обошлись Что Просто Если Я Ну Нельзя Такое Говорить Это видео Не пропустят Если Я просто Прочитаю Это письмо Что с людьми Делают Там И Там И Вымогательство И Домогательство Ну Это Жесть Друзья Моин Это Просто Братская Европе Должен Перечислять Половину Зарплаты Либо Пособия На Дроны Тепловизоры И Камуфляж Ну Так Это Вообще В уме У меня Не укладывается Кому Я должен Так Это Мне Должны Я уже Устал Доказывать Что Я никому Ничего Не должен Я В Украине За Все Всегда Платил И За Школу И За Университеты Потом Я работал На Производствах И Всегда Платил Официальный Налог И А что Я взял За государство А ничего За медицину Я тоже Всегда Платил Даже За Каждый Анализ То есть Мне Должно Это Раз Пол Пособия Отдавать С Каких Фигов Так Вас же Руководство Вашей Страны За Которое Вы Чубатые Голосовали Оно Заявляло Не раз Что Гроши На Все Европа На Все Дала И Тепловизоры И Гроши Че Вы Патриоты Ячейка Не Спросите У них Где Почему Не Хватает Вам Жидали Гроши У вас Миллиардные Транши Нашу Страну Загнали В долги На 70 Лет Задавать Нечем Куда Ушли Деньги Вы Волонтеры Спросите Туда Че Вы У тех Несчастных Беженцев Которые С депрессии Выйти Не Могут Хотите Забрать Половину Того Несчастного Пособия То есть Если Что Там Платят В стране Какой-то 300 Евро Что Он 150 Должен Вернуть На Тепловизоры Ну Дает Ну Дает Ты Шу Ты Именно Не Гневи Бога Такими Пистюльками Алло Да Ладно Едем Дальше Да Скидывать Половину На Тепловизоры Камуфляж Перечислять Волонтерам Они Все Это Саккумулируют И Передадут Это Ты Ли Волонтер Это Ты Ли Там Саккумулируешь Так Ты Покажи Кубышку Свою Заначку Сколько Ты Там Уже Почти За Три Года На Аккумулировала Алло И Сколько Ты Процент Мне Интересует Вот Интересует Мне Вопрос Друзья Мои Во все Услышание Если Волонтеры Которые То Что К ним Приходят Приход И Расход Соответствует Стопроцентами Все Ли То Что К ним Приходит Сто Процентов Они Отдают Либо Там Процентов 5-10 Они Берут Себе Ну На Нужный Волонтерство Там Офиса Платить За свет Заплатить Там Машину Заправить Чтобы Отвезти Ту Воду В Николаев Или Они Берут Не 5 Процентов А 85 А Если Такие Которые Берут 100 Вот Меня Это Интересует Ты Шо Именно Она Саккумулирует Я Тебя Саккумулирую Ты Мне Попадись Я Тебя Так На Аккумулирую Что У Тебя Батарейка Аккумулятор Сядет Ты Шо Именно Грыжа Ты Шо Именно Аккумулирует Она Собралась Иди Работай Я Аккумулирую Зарплату У себя На Карточке Ты Посмотри На Нее Да Ладно Едем Дальше Неужели Твоей Лысой Голове Непонятно Что Только Так Это Приблизит Нашу Победу И Крах Мордора Приблизит Она Победу Да Тем Что Она Аккумулировала Она Приблизит Да Не Приблизит Это Ну Куда Как Это Я Не Знаю Приблизить Победу А как Можно Приблизить Победу Лисы Против Медведя Друзья Мне Интересно Бурый Наглый Медведь С Хлыками И Лисичка Которая Хитричка Как Она Может Победить Медведя Ну В Честной Сражаюсь В Драке Я Не Говорю О том Что Лисичка Может Отравить Элементарно Либо Что Вызвать У него Бунт А В Честном Бою Может Лиса Победит Медведя Или Волк Победитель Льва В Честном В Равном Бою Лицом К Лицом К Приблизить Она Собралась Победа Мне Интересно Тут Надо Уже Самые Щирые Патриоты Кричат Что Пора Все равно Вся Война Закажется Переговорами И Посмотрите Каждое Условие Все Хуже И Хуже И Хуже И Хуже Что Мы Ждем Вы Не Понимаете Что Баб Вывезли Баб Там И Часть Не Всех Опять А Часть Рады Использоваться Там На Европе Мужиков Они Там Утилизировали И Что Кому Эту Землю Отдадут Вы Что Не Видите Кто К Нам Приезжает Что Эту Землю Все Отдадут Вот Именно Блин Приблизит Она Крах Мордора Блин Ладно Едем Дальше Так Они Да Передадут Крах Мордора Пьяный Ельцин Ошибся Назначив Пу Скоро Пу Пойдет К Джугашвили Тем Же Методом Он Не Устраивает Даже Кремля Элиты Хо Хо Ну Это Как раз О методах Лисички Хитрички Пьяный Ельцин Назначил Пу Ну Я скажу Так Я явно Не Любимчик Ельцин Не мой Любимчик Я Не Сторонник Ельцина То Что Назначил Да Я Видел Его Выставление Я устал Я ухожу Назначил Пу Ну Вы знаете А шо Так это Россиянам Решать Это Ихняя Страна Пускай Они Решают Кто Кого Назначил Да Назначил Ну Так Это Не Наше Дело Они Не Лежут На Назначение Наших Президентов Всех Даже Порошенко Они Признали За Легитимных Поэтому И мы Не Должны Лезть Кто Кого Назначил Пьяный Трезвый Ты шо Именно Не Устраивает Ну Да А шо Не Устраивает Может И не Устраивает Потому что Я знаю Точно Что И в России Много Олигархов Тоже Есть Мафия Ну Короче Это Не Наше Дело Лезть В ту Страну И Что Им Советовать Либо Лезть Вообще В их Дела Это Ихний Дом Они В нем Разберутся А Мы Святые Украинцы Будем Купаться В лучах Славы И Миллиардах Репараций Я Часто Слышу Друзья Мои Про Триллион Репараций Я слышал Но Это Я слышал Когда Год Назад Когда Мы Успешно Наступали И Когда По Телевизору Заявили Что До Полной Победы И Присоединения Новых Восточных Территорий Остается Где-то 5-14 Дней Поэтому Многие Украинцы Быстрее Жешь С Успеть Позагорать Старые Кости Погреть Старую Шкуру Подрумянить Потому Что Потом Надо Возвращаться На Украину И Принимать Репарации Карманы Готовы Чуланы Открыты Триллион Репараций Они До Сих Пор Греть Трепарат Трепанация Друзья Мои Вместо Репараций Получается Трепанация Вот Наверное Трепанацию Мы Получим Друзья Мои Она Эти ништяки Только Настоящие Украинцы Которые Приближали Победу А не Мусорили В сети Как ты Да Да Ну Да Хорошо Получайте Без меня Мне не нужны Ни репарации Ни трепанации Получайте Там Всем Тернополем Такие Как ты Мову Не знающие Должны Идти на фронт И там Научитесь Любить Родину Вот Мне нравится Вот Мне нравится Так Нахрена Вылавливаете Этих Бедолах Сразу Отфильтруйте Там Сразу В военкомате Говоришь На русском Отпустите Все Он не достоин Защищать Святую Украину Отпустите И отнимите Паспорт Отнимите Паспорт И я вам уверяю Все они будут делать Заднее сальто И садиться на шпагат И начинать петь Отчак Вот такие вот Русскомовни Которые недостойные Недостойные Русскоязычные Они все будут Как только вы их начнете Забирать у них паспорта И отпускать С военкомата С ТЦК Они будут делать Заднее сальто Садиться на шпагат И петь песни От счастья Так освободите их От своего присутствия Освободите их Чего вы их Блин Отлавливаете И отправляете Сильно там Во Львове ТЦК Я что-то не видел Чтоб там Во Львове Такое было Ох Да Да Это патология Друзья мои Надо трепанацию Делать Сто процентов Очистить Взять Вскрыть Это все И ножом Вычистить Там червяки Завелись В головном мозге Из-за того Что та кастрюля Сжала Там не циркулировала Мозг Там завелись Червяки Ты шо Ты шо Ладно Едем дальше Короче Ты меня утомил Даем тебе месяц Вещать ты должен На мове И только Хвалить президента И его команду Хо-хо-хо Ну слушай Смеяться Или плакать Друзья Месяц они мне дают Ты шо Случится через месяц Я в Катманду Уеду Ты меня там Не достанешь Ты шо Хвалить президента И его команду А за шо хвалить Напиши мне письмо За шо хвалить Я буду хвалить Да И команду Я буду хвалить всех Да Напиши за шо Если я посчитаю Что есть за шо хвалить Но пока я вижу Что Не вели казнить Хвалить не за шо Есть Есть за шо Не хвалить У меня уже Не знаю У меня уже энергия Закончилась Читать это письмо Друзья моя Читать и эмоционально Реагировать Но вы думаете Что вот это Кретиняка пишет Мне Ты шо Ты шо Хвалить Месяц они мне дали Короче Ты меня утомил Даем тебе месяц Вещать ты должен На мове За месяц Я должен исправиться Да Поклон наверное Отбить Перейти на мову Приказать Всем моим 40% подписчикам Русскоговорящим Удалиться Да И начать Собирать Прямо Донаты На дроны На дроны Да Да Друзья И шо я вам хочу сказать Вот очень много Мне людей пишут Вот на эту тематику Они да Они готовы Они готовы Вот к таким Решительным действиям Ладно Хвалить президента И его команду Ты понял Через месяц Ты анимеешь Хо 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 Да Друзья мои Так что вот так вот Это уже прошло 13 Две недели Прошло Три недели Короче Через неделю Друзья мои Если я на связь не выйду Значит проклятие подействовало Да Едьте в Тернополь Мои друзья Преданные подписчики Найдите Эту Ганну Найдите всех Ее подельников И снимите с меня Освободитесь Снимите с меня Это проклятие Друзья Да А если нет Мы найдем тебя В Европе В Америке В России Везде куда ты поедешь Есть наши настоящие украинцы Аааа Вот оно как Найдут они меня Везде есть их агенты Я не сомневаюсь Везде В Канаде их много Я знаю Там они даже одного Пенсионера упали Вчаствовали Везде И в России вы уже Ах так Да Да Есть Да Я видел Много там блогеров Заманивают Да Заманивают Ну им за это платят Им за это платят Я вам видео про ютуб Рассказывал За 100 тысяч просмотров 2500 евро Поэтому они там бегают С морюполем С камерой И говорят Что тут рай Приезжайте сюда Ну такая реальность Да А люди верят А люди верят Да Ведутся И когда мы тебя найдем Мы тебя набутылим И не смей Больше меня блокировать Твое дело Донатить Запомни Чужинец Здесь Господар Украинец Да Конец Меня убил Да Не вздумай Меня блокировать Твое дело Донатить То есть Мое дело Донатить А блоки Я не знаю Друзья Запомни Чужинец Здесь Господар Украинец Так а где Господар Украинец Где Где Ну это Я не знаю Друзья Это просто После прощения Этого Надо просто Призвать вас К минуте Молчания Чтобы это Все переварить И после этого Ну наверное Слезы потекут Ну вы вдумайтесь С какой Агрессии С какой Ненавистью Оно атакует Оно атакует Меня При том В тем Что я абсолютно Нейтральный Но нейтральный Их не интересует Им надо Именно И начинал хвалить Нашего Голлокомандовача И основательно И безосновательно Срать туда Куда срут Все эти боты Это жесть Друзья мои Ну это печально Я не знаю Что это К чему это приведет Ну вот так Вот такое послание Я получил И это не одно Друзья мои Скажу вам Приходят иногда Такие Ну друзья мои Что я могу В завершение Вам сказать Что это печально Что есть такие люди Это печально Я понимаю Что их много Их много И вот они Настолько активны И агрессивны Посмотрите Посмотрите На что они способны Они дотянутся До меня Они тянутся Этой костлявой рукой Пытаются дотянуться Это печально Я не хочу возвращаться К таким людям Я не хочу жить С такими людьми Я сразу говорю Фух Да Мне наверное Вот куда-то Действительно В Антарктику Туда К белым медведям Растопить лед Построить Свою Юрту эту И жить там Своей семьей Семьей колобков В своем мирке Строить свой рай Ну а куда Вот с такими Чтоб ты не вещал Ты все равно Будешь там Недостаточно патриотичен Завтра повестка поменяется Ты будешь При любом раскладе Виноват Ну это печально Друзья Или я сделал ошибку Что я начал Вот этим Чревовещательством Заниматься Может было Стоит Ну не надо было Просто рассказывать Про все эти страны Где мы ездим Что мы видим Ставить это при себе Свои впечатления Так Друзьям по телефону Рассказать Похохотать Да и все Вот так Ну посмотрите Недовольны люди Люди Их целое сообщество Они внимательно Наблюдают С ручкой тетради И ждут Когда я говорю Чтобы зафиксировать И отправить Куда надо Я понимаю В 37 году Кто все писал Эти доносы И я же говорю Таких людей много И они Реально Активны И агрессивны А посмотрите А добрые Светлые люди Наоборот Пассивны Потому что Какой их инструмент Только любовь И прощение Да друзья мои Любовью И прощением Ты вот эти Инструменты Демонов Не победишь К сожалению Потому что У них есть все Вы видите Могут донос Могут то сделать Могут то Могут Ну при любом раскладе Дотянуться Нанять И те наемники Уже сделают Ого-го А мы видели Что с Олесей Бузином С Олесей Бузином Сделали Что с Кузьмой С Крябиным сделали Да друзья мои У меня уже записано Даже интервью С человеком Из спецслужб Который рассказал Как они это Со С Крябиным делали И за сколько И кто делал Да Я боюсь такое опубликовать И не опубликую Так Общаюсь С друзьями Рассказываю Только так Поэтому Такие печальные новости Такое портит мне настроение Вы напишите Не бери в голову А как не брать в голову Если оно звонит Мне и сопит И дышит Я И вот по ее дыханию Носом Я вижу даже Что у нее нос кривой У нее правая ноздря Дышит Свободнее А в левой Полипые Козявки И вот по дыханию Я уже таких Недоброжелателей Научил различать Когда они начинают Говорить Я чувствую Что там Кривые Порченые Зубы Гнилыми зубами Воняет Из телефонной трубки Ну а как Вот так Да Друзья Я обладаю Свеспособностями Я чувствую Тонко Чувствую Все Чувствую Настрой И эмоции Вот такие Пирожки Мои дружочки Колобочки Вот такие Пирожочки Да В рифм Поэтому так и живем Друзья мои Обнял Быть добру